Сегодня мы с вами практически закончим обсуждение 13-го перека. Я хочу поговорить сегодня о 110 и 111 странице трактата Ивамот. И здесь еще много разных ситуаций, когда возможно женить бы только Дарабонан. И если Дарабонан, да, если бы женились люди по Равинскому закону, то могут быть разные еще уровни, как мы увидим. Из-за этого возникают вот такие вот интересные ситуации. Например, если человек был женат на двух девочках, которые обе и Томот, да, обе сироты, соответственно, вышли замуж только Дарабонан. Тогда у них уровень одинаковый, и поэтому, если сделали Ебум, если он умер без детей, и сделали Ебум одной из них, или Халицу одной из них, то этого достаточно. И то же самое, если бы у него было две жены, обе глухонемые. С ними тоже женились бы только Дарабонан. А вот если у него была бы одна жена, девочка маленькая, а другая глухонемая, хотя с обоими женились бы Дарабонан, но у них разный, как бы они не одинаково Дарабонан, скажем так. Что маленькая девочка когда-нибудь вырастет, а глухонемая хотя бы взрослая. Поэтому у каждой есть как бы преимущество и недостаток. Поэтому невозможно сказать, что если брат сделал Ебум одной из них, то вторая освобождена. Все равно второй нужно делать Халицу. Или если Халицу сделали одной из них, второй тоже нужно делать Халицу. А соответственно на следующей странице обсуждаются уже такие ситуации. Если, допустим, тот, кто был женат, скажем, на двух девочках, опять же, которые маленькие, опять же, женились бы была Дарабонан. Дарабонан, то если одной из них сделали Ебум, то с помощью второй же испортить первой невозможно. Так что уровень одинаковый, опять же, они обе были замужем одинаковым образом на одном уровне Дарабона. Поэтому если, допустим, с одной из них он сделал Ебум, брат сделал Ебум, а другой брат потом имел отношение со второй. Или он же сам имел отношение со второй. То это никак не портит. Так же, как если был бы обычный человек, у которого женились бы была Исторой, и было у него две жены, то как только сделали одной из них Ебум, то уже невозможно это испортить тем, что он или другой брат имел отношение со второй. Что запрещено, кстати. Как только построен, как говорится, дом брата, то уже больше не строится из других. Только один дом строится. Поэтому Ебум делается только одной из жен брата. Но здесь хит уж в том, что даже когда обе женились бы были Дарабоном, тоже если у них одинаковый уровень, обе, например, маленькие девочки, тогда невозможно испортить отношением с одной Ебум второй. Те, которые уже сделали Ебум. А вот если он был женат на одной глухонемой, а на другой маленькой, вот тогда действительно можно испортить. Потому что, опять же, уровень-то не одинаковый Дарабона. Поэтому, если, скажем, один брат сделал Ебум одной из них, а потом какой-то другой брат, или он сам имел отношение со второй, то тогда испортили и то, и другой. И уж тем более, если человек был женат на одной женщине не с Торой, а на другой по раввинскому закону, и он умер, и, опять же, один из братьев сделал Ебум только той из них, которая Дарабонон, то отношение со второй портит тогда эту. А вот следующее, Мишна обсуждает, если сделали Ебум, пока еще были детьми. То есть, они еще не исполнились, ему 13, ей 12. Тогда они просто вырастают вместе, и потом, когда вырастут, соответственно, первые отношения будут настоящим Ебумом из Торы. А вот если она взрослая, да, жена брата взрослая, а брат, который сделал Ебум, маленький, тогда, соответственно, он вырастет, ждем, пока он вырастет. И последнее обсуждение в нашей Мишне, это, если человек так и не имел отношения, то есть, он считается, что сделал Ебум, думали, что сделал Ебум, но как это проверить? Он взял, вроде бы, жену брата, а потом она утверждает, что он с ней так отношения не имел по тем или иным причинам. Тут вопрос тогда, заставляем ли мы его делать халийцу, в зависимости от того, когда она это утверждает, прошло ли 30 дней, и согласен ли он, в зависимости от разных ситуаций. Иногда мы его заставляем делать халийцу, иногда мы его просим сделать халийцу. И на этом мы на сегодня закончим. Как я сказал, фактически все вот эти комбинационные вопросы нашего перека, они здесь заканчиваются, будет еще небольшая суть гегемора, а на следующем уроке мы начнем новый перек про женись в углу ханеме более подробно об этом сжидать следующий перек, очень короткий перек. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!